Обычно я себя ощущаю, вот как тогда, так и сейчас, примерно первоклассником, школьником, причем на каникулах. Ну, платят 60 тысяч. Я говорю, дурак, у всех были обморожения, а у меня нет. А у меня нет, но обморожение. Ну, мы с друзьями подумали, ну ладно, дорогой Горбачев, мы вам выборы устроим. Дай, думаю, посмотрю, за это сейчас сажают или не сажают. Какая идея, какая идея. Учиться? Всем привет, сегодня второй эпизод подкаста Non-Academic Society, и с нами наш второй почетный, славный гость, представитель образовательной программы «Экономика», которого очень хотели видеть его студенты, это Сергей Гелевич Коковин. Здравствуйте, спасибо еще раз, что вы к нам пришли. Здравствуйте, Елена, спасибо, что зовете выступить для студентов, я это очень люблю. Вот, ну я думал, что вы меня что-то спросите, или мне рассказать, как лучше. Мы спросим, и вы расскажете, прежде всего, еще раз, наши замечательные граненые стаканы с соком жизни, если очень захочется. Сергей Гелевич, мы здесь собрались для того, чтобы узнать, как ваша жизнь проходит без вышки. Чем вы занимаетесь, что вы любите, и чем вы занимались когда-то раньше. Мой первый вопрос про ваше студенчество. Мне кажется, всем студентам было бы так или иначе интересно узнать, чем преподаватели занимались когда-то давно, когда были такими же юными 20-летними. Студентами, да. Да, ну вот расскажите, каким были вы? Ну, с большим удовольствием я люблю рассказывать это и студентам, и друзьям. То есть я учился в Новосибирском госуниверситете, на экономическом факультете, организованном Леонидом Витальевичем Конторовичем, Нобелевским лауреатом, если что. То есть хороший довольно факультет, такой же, как наш примерно по уровню. Ну и учиться было здорово. Я учился с 76-го года по 81-й, значит, нынешнем студентам такая древность даже, значит. Ну вот, да, до этого я отслужил в армии солдатом с 74-го по 76-й, потом в Новосибирский университет поступил, где я жил. Я родом из Петербурга, но родители химики, кандидаты наук, переехали в Сибирь, в Академгородок. Ну там он хороший, он славится. Хороший Академгородок, вот в нем я провел детство, юность и студенчество. И факультет там очень был хороший, и то, что мне хотелось бы передать нынешним студентам, что студенческие годы заполнились как счастье. И этого же я хочу нынешним студентам. То есть вот я, как руководитель департамента и научный руководитель образовательной программы, хочу, чтобы студенты были счастливы, так как были счастливы мы в студенчестве. И что это счастье было трудное. Вот не такое счастье, когда на диване лежат, а такое вот настоящее. Ну вот в НГУ, в Новосибирском университете так сложилось, что у нас, во-первых, во все виды спорта крепко сложилось. Там футбол, волейбол, баскетбол меньше, поскольку площадку надо. И альпинизм, туризм. Вот я играл во все без исключения, во все игры без исключения, но мой главный был горный туризм и вид спорта. Это нечто вроде альпинизма. Ну и мы с моими однокашниками, экономистами, и помладше, и постарше. В общем, штук пять походов в год, это было нормально. То есть летом большой, дней на 20-25. Куда вы ходили? Ну, все горы Советского Союза, кроме, пожалуй, Урала, мне не довелось. Но Памир, Кавказ, Алтай, Теньшань, Саяны, все горы, кроме Урала, мне случилось, потому что Урал недостаточно высокий. Большой поход был летом. В январе на Алтае мы вышли из деревни Тюнгур, к горе Белуха, в минус 45. Зимой на Алтае. Зимой, да. И теплее, чем минус 35 не было. Там 35-40, там 35-40, значит, 10 дней с ночевкой в палатке. Если вы на себя это прикинете, такие 10 дней, ну, забавно. Но у нас была печка переносная, я же ее и сделал для брезентовая палатка. Но поход запомнился как нетяжелый при этом. Вот, то есть мы очень, значит, хорошо оборонялись от мороза. И компания, видимо, хорошая была. Компания хорошая, крепкие мужики, ни одной дамы не было. Хотя обычно, обычно мы девчонок брали, поскольку это, ну, оживляет дух, походную игру. Они поют. Хотя бы для этого. Да, они поют. А это здорово. Горы, друзья, песни. Ну, в этот суровый поход мы одними парнями пошли. И он запомнился как нетяжелый. Мы встретили 10 групп по дороге. У всех были обморожения, а у меня нет. А у меня не одно обморожение. И сейчас вы же тоже ходите в походы. Нет? Но у вас ВКонтакте, по крайней мере, есть картиночки. Есть, да. Я не прошедший весной, а той по Кавказу походил с Сашей Местеровым, с Костей Сорокином. А летом я в три похода студенты, они меня подбили. Студенты вас подбивают? Они меня подбили. Сергей Гельевич, вы же походник, пойдем. Я говорю, ну, ладно. Значит, мы вот здесь, на Карельский перешей, за это лето я трижды сходил со своими экономистами. Один раз на скалы, они полазали. Ну, все, веревки, там, карабины, каски. Я немножко поучил их лазать по скалам. И два байдарочных небольших. И это все место выбирают студенты? Ну, мы сообща придумываем, куда пойти на карту, смотрим так. Куда пойти, значит, что у нас есть там, ничего нету, палатку, где да возьмем, у кого займем. И так что-то все насобирали, подвигались. Ну, вы еще таким инструктором выступаете. Ну, да, я опытный. Ну, приходится, да, учить. Ну, я походник опытный, я с детства хожу. Классно. У нас тоже есть в вышке турклуб. Они тоже ездят много куда. Подписывайтесь на страничку турклуба, там очень много новостей постоянно. Ну, они нам часть снаряжения отдали, мы им там. То есть у нас своя в каком-то смысле группа, из своего снаряжения мы набрали. Я из Новосибирска привез часть. Там несколько палаток, ну и все остальное. То есть снарядж накопили. Из Новосибирска. Ну, сейчас часть я оттуда привез, часть здесь подкупили, кто-то свое принес. Сейчас они выпустятся, четверокурсники, с кем я ходил. Передадут в будущем поколении. Сейчас я третьекурсников проверю. Может быть, весной, вот мы пока снег не полностью сошел. Вот сейчас, может быть, мы по снегу успеем еще. По снегу, но главное не пойду уже. Двухдневный, может, успеем сделать. Летом перевернулись там у меня на Ладоге двое, но ничего. Ну, дожили? Да, без потерь. Ни байдарку не потеряли, ни людей не потеряли. А если после этого выпуска к вам придут студенты других ОП, например, и позовут в поход? Согласитесь ли? Можно, в принципе, да можно, но вопрос, как компания складывается. Ну, правда. Это правда. Поход, оно такое дело, вот, как компания. Если она хорошая складывается, чтобы там была, значит, дружба, желательно гитара, ну и нагрузка. Потому что поход просто так матрасный, как называют, что приехали, значит, посидели, отдохнули. Ну, неинтересно. Там должна нагрузочка быть. Поменяем немножко тему в город. Я спрошу вас, а каким вы все-таки были эмоционально в годы студенчества? Может быть, вы что-то очень не любили? Или наоборот, все делали с большой охотой? Вот опишите себя. Ну, забавный вопрос. Ну, не знаю. Я думаю, что такой же, как и сейчас. То есть я себя, обычно я себя ощущаю, вот, как тогда, так и сейчас, примерно первоклассником, школьником, причем на каникулах. Что я делаю только то, что мне нравится. Класс. Как тогда, так и сейчас. Хороший вопрос. Многие студенты сейчас не понимают, кем они хотят быть, что они хотят делать. Это трудно. Здорово, что есть такие преподаватели, как вы, которые готовы помогать, общаться, ходить в походы. Показать, что наука тоже может быть интересной. Не мешать жить. Ну, это, как бы, две линии. Вот, я с ними тоже, они приходят, говорят, Сергей Гелищ, там, посоветуйте, там, чего вот. Я, говорит, фирму нашел. Посоветуйте, я правильно выбрал? Я говорю, ну, что за обстоятельства? Ну, платят 60 тысяч. Я говорю, дурак. Я говорю, не важно, сколько платят. А что важно? Учить тебя там будут специальности или нет? Какая идея, какая. Ну, в смысле, вот этот типовой вопрос. Ага. Вообще, не важно, там, вот платят, там, 30, там, 40, 60. Важно тебя там учить, собираются или нет. Или загрузят дурной работой, как пришла дармовая рабочая сила. Вон, давай, вот это вот перекладывай, вот это переписывай с бумажки на бумажку. Теряешь время жизни. А интерес важен? Да, конечно. Можно заниматься вот столько лет тем, что тебе не нравится? Нет, вообще нельзя. Не, и вот никому из ребят я не рекомендую, там, что-то зарплатная профессия или престижная. Говорю, к чертовой матери надо делать то, что вам нравится. В первую очередь. На жизнь все равно что-то заработаете, но делать то, что нравится. То есть вот работа, она, как и женитьба, должно нравиться. Это во-первых. Остальное во-вторых. Да, это правда. И по вам видно, что вам нравится. Помимо того, я не знаю уж, как вы преподаете, но наши студенты, ваши студенты, наши коллеги дали нам несколько зацепок. Вот, они сказали, что вы любите придумывать задачки сиюминутно, вы любите делать какие-то прикольчики. Выходите на их мероприятия, на все мимы. Зовут, я с удовольствием. Поют, пляшут, сценки ставят, здорово. А вы участвуете в сценках? Ну, если зовут, конечно, да. Вы прямо выходите на сцену? Ну, они обычно, когда снимают видео, они говорят, Сергей Геевич, Сергей Геевич, мы снимаем с нашей группы, все, все, вот вы сюда. А это у нас есть, мы хотим напомнить. Спасибо, но это одно из немногих видео, в которых вы снимались, там есть много. Мы уже показывать не будем, это можно посмотреть. Других преподавателей тоже снимаем. Вот у нас в Шеме, в школе экономики менеджмента, студенческий коллектив, такой социум сложился, слава Богу. Это еще до меня начали преподаватели, которые с ними ездили на выезды, там и песни пели у костра. Возникло кураторство. У вас на политологии есть кураторство? Есть кураторство, у всех есть кураторство. Но у нас охотно второкурсники шествуют над первокурами, и нормально социум. Но у нас в Новосибирске еще был поплотнее социум, должен сказать. Там, потому что больше ребят жило в общаге, причем в одной и той же. То есть это помогает сплачиваться там вместе, там каждую субботу танцы, там во дворе волейбольную площадку, сами сделали, там расчистили, столбы поставили, общежитие ремонтировали сами. Ребята, в какой цвет мы хотим покрасить нашу общагу? Ну, давай в синий. Ну, в смысле, вот это вот чувство, что это мой универ, понимаете, да? Мой универ, мы в нем в значительной мере делаем, что хотим. Что это наш универ, что мы собираемся. Вот это здорово. Я бы здесь это тоже хотел, к сожалению, не дают мне здание курочек, как хочется. Я бы так отдал бы его студентам. Ребята, да делайте с ним, что хотите, посмотреть, что получится. Потому что мы выбирали там красить, говорят, там рука у стуга, первый этаж в учебной корпусе. Первый этаж нам отдайте. Ну, ладно, берите. Раз там первый этаж заставили щиты и газеты, ну, в смысле, вот студенческие газеты. Там группа придумывает кому-то к дню рождению, кому-то что-то там, фотографии с похода. Они все время новые, то есть они считали, что вот эта стена, длинная-длинная стена первого этажа, что это их пространство, студентов. Они что хотят, то туда вывешивают. Соответственно, люди, приходя в университет, ну, вот видели там своих друзей, свежие фотографии с похода, подраздновения с днем рождения. И вот их студентов вера, что это их стена. Они, значит, мы не преподаватели, не начальство, вот это их собственная стена, это их собственный университет. Ну, нормально. В принципе, вот, да. Ну, в принципе, то, что нужно. По учебе тоже. Ну, по учебе в советское время меньше, конечно. Там можно было на что-то влиять. Сказанность была. Но немножко, немножко и мы влияли тогда. Ну, вышка в этом плане вообще хорошо держится. Вышка в правильную сторону движется. Да. Перейдем к части с игроки. Давайте я вам расскажу правила, а там все будет понятно. Плюс-минус. У нас для вас есть шапочка. В этой шапочке есть записки. Хорошо. На записках задания. В чем прелесть этих заданий? Их можно выполнять, а можно не выполнять. Но, если вы не выполняете какое-то задание, если вам оно не нравится, не лежит к душе, вы тогда вместо него должны рассказать какую-то веселую историю жизни. Анекдот или что-нибудь еще. Потому что близится 1 апреля. Пусть это день дурака, но это еще и день шуток. Как-то так вышло. Поэтому вы сами можете решать, что будете делать. Выполнять или вместо что-то рассказать. Да. Как правда или действие. Только история или действие. Попробуем? Ну, ладно, давайте. Давайте. Так. Что палец ловит? Да. Придумать экономическую задачу для юристов. Ну, могу для юристов. Как устроить аукцион, чтобы никто в нем не сжулил, чтобы не было сговора? Устроить правила аукциона. Это будет экономическая задача? А это совершенно экономическая задача. Как устроить правила аукциона? Ну, вот закон, или что скажем, закон о госзакупках. Чтобы минимизировать жульничество. А экономисты сами смогут ответить на этот вопрос? Ну, после конца второго курса, думаю, что некоторые смогут. Ага. Отлично. Значит, экономисты второго курса и юристы. Welcome to комментарии. Присылайте свои варианты ответа. Отлично. Кто угадает задачку, может быть, тому-то что-нибудь будет. Если вы досмотрите наше видео до конца. Окей. Как быстро вы с этим справились? Так. Давайте попробуем. Что там еще нам? Спеть частушку. Среди частушек. Народных частушек много, только они на две трети неприличные. Ну, да, у нас все прилично. Не, ну, частушку что-то мне в голову не приходит, чтобы была хорошая частушка одновременно. Тогда можно рассказать историю? Ну, давайте какую-нибудь историю, может быть, про себя историю. Это уже было после того, как я закончил. Среди разных эпизодов жизни, там я в армии послужил до универа, учился, потом пошел в исследовательский институт. Потом началась эта всякая перестройка. Я к КПСС и прочему относился отрицательно. И, да, Горбачев объявил, что в стране будут альтернативные выборы. Ну, мы с друзьями подумали, ну, ладно, дорогой Горбачев, мы вам выборы устроим, раз альтернативные. Ну, в конечном итоге, как вы знаете, мы победили. А начиналось это так. Я взял, нарисовал, взял такой кусок ватмана, кванерки, на палку прибил. И, значит, плакатным пером крупно написал «Долой КПСС». Это было, наверное, весна 90-го года. Да, а первое антикоммунистическое выступление было у меня в 89-м. И меня, значит, захомутали и услали повторно служить. Но я оттуда вырвался. А потом я приехал, взял, нарисовал такой плакат «Долой КПСС». Дай, думаю, посмотрю, за это сейчас сажают или не сажают. Эмпирическим путем. Ну, эмпирически, да. Взял ящик из-под каких-то там бутылок, перевернул. И вот возле Дома культуры Академии, в Академии в городке, такой большой Дом культуры, и мимо толпа течет таким потоком. Я на ящик загромоздился. Так поднял «Долой КПСС». Вот такой вот большой. Ну, стою себе молчу. Вокруг народ начал скапливаться. Бабушки, дедушки говорят, да нет, не прав ты, парень. Хорошая это КПСС. Кто помоложе, говорит, да нет, не правы, плохая это КПСС. Я спокойно стою молчу. Были один. Один, да. Это был такой. Да, это было начало так называемого демократического движения в Академгородке, в Новосибирске, из которого потом четыре депутата парламента мы сделали в конечном итоге. То есть понемногу это развелось. А это такой был первый толчок. Я думаю, дай попробую. Я стою, молчу, вокруг такой гайд-парк, уже человек 20. Там спорят, что-то друг другу доказывают. Я, значит, стою, молчу, просто держу эту штуку. Смотрю, идет милиционер сверху так по улице. Солнышко светит. Он идет такой, доволен. Идет, идет. Там краем глаза меня увидел. Просто голову упрыгнул. Видно, что он так идет, отвернулся от меня. Идет и думает, арестовывать, не арестовывать. Арестовывать у него глаза влево-вправо, влево-вправо. Черт, не я. Я так спокойно смотрю на него. А я понимаю, что он думает. Вроде как время перестроечное. А арестуешь, наказать могут. Или наоборот, не арестуешь, наказать могут. Я вижу, как он бедный. Он так морщится. Фуражка шевелится. Так шаг замедленный. Идет, думает, думает. В мою сторону не смотрит. Потом смотрю, он взял вот так. Затылком повернулся. И идет себе вот так. Я думаю, ах ты, милый мой. Можно друга звать. Все, я думаю. С вторым транспарентом. Раз отвернулся, значит, наша победа с этого момента. Первый шаг был. Как только отвернулся милиционер, не стал арестовывать, значит, КПСС каюк. Класс. И вот четыре года политической борьбы. Ну, три с половиной, скорее. Да. Коммунизм в стране кончился. Друзья мне говорят, Сережа, ну зачем ты сверг этот коммунизм? Лучше же было. Я говорю, нет, не лучше. Нет, лучше было. Нет, не лучше. Зачем, говорит, ты сверг этот коммунизм? Я говорю, ну, сверг виноват, да. Было. Вот так. Было. Занимались этим. Сделали. Начали и кончили. Любопытно. Вот так среди преподавателей есть те, кто сверг в коммунизм. Любопытные были времена. Очень любопытные были времена. Спасибо вам за историю. Ладно. Отлично. Засчитываем. Нет, 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 это не все. А их не все? Это еще есть, да. Только там их много, ну ладно. Нет, не много. Две осталось. Сыграть на диковинном инструменте. Давайте. Давайте. Он у нас есть с собой. И выглядит он таким образом. Достаточно ли диковинный инструмент? Ух ты. Это губная гармошка. Да. Ну, ни клавиши, ни гитары. Кажется, что диковинный. Вы когда-нибудь играли на губной гармошке? Ну, пока не пробовал, но думаю, получится. Все. Отлично. Ну. Не слабо. Хорошо. Не слабо. А вы вдували или вы и вдували, и выдували? В одну сторону. А там еще в другую можно. Да. Я ни разу не учился на таком. Ну, и нормально получается, смотрите. Ну, ладно. А вы вообще музыка когда-то занимаетесь? Не, к сожалению. К сожалению. Родители мне говорили, иди в музыкалку, у меня ход. И зря. В походах на гитаре бы играли? Ну, да. Если бы получилось. Ну, и студентов попросите. Я слушал. Я еще петь люблю, но пою плохо. Ребята говорят, Сереж, замолчи. Вы их не слушаете. Главное, чтобы душа пела. Какая разница? Ну. Мне тоже есть подруга. Со слухом не очень, но петь люблю. Давайте, последний. Еще? Хорошо. Да. Самый последний. Давайте, хорошо. Позвонить коллеге или студенту и разогреть его. У нас же 1 апреля. Позвонить сейчас? Да. Это завтра. И это не слабо. Так, ладно. Кому будем звонить? Кому? Паши Молчанову, конечно. Кому? Самый забавный мой выпускник, пидждишник. Где он сейчас? Здесь. Приехал учить, да. Летом. Отучился во Франции. Говорит и по-французски, и по-английски. Преподает нам по-английски. Алло. Алло. Сергей Милеевич. Павел Сергеевич. Да. Здрасте. Здравствуйте. Что, вы на Кантемировской сегодня? Ну, нет. Нет? Нет. К сожалению, сегодня, наверное, если сильно не надо, то не приеду. У меня для вас новость плохая есть. Так. Вас деканом делают в школе экономики менеджмента. Что-что? Деканом вас делают в школе экономики менеджмента. Говорят, некому больше. А, ну ладно, я тогда уже буду заказывать гробик себе. Ха-ха-ха. 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 Третьего-четвертого апреля на встречу с дирекцией вас инструктируют и, значит, вступаете в должность. А как, кого обидится? Нет? А он сказал все, он до июня. Ну, вы с июня вступите. Ага. Сергей Ильич, вы уже шутите? Я шучу. Да я в жизни не шутил никогда. Ха-ха-ха. Я уже перестал понимать. Граю, да? Ха-ха-ха. Иллюзии. Вы так не шутите? Ну, пока тренируйтесь. Инструктаж 3-4 числа на даче Кочубея. Там будет стратегическая сессия. Мне сегодня Ксения Валерьевна Леровенко звонила. Зам. директора по кадрам. Все очень серьезно. Говорит, Павел Сергеевич Молчанов. Как вы его охарактеризуете? Я говорю, отлично. Ну, все, говорит, заметано. А Татьяна Андреевна? Ну, говорит, все-таки Павел Сергеевич помоложе. На 45 лет. Лучше Павла Сергеевича. Павел, еще была информация, что деканом можно стать только в случае, если вы посмотрите подкаст на канале Питерской вышки, называется Non-Academic Society. Вот если вы это сделаете, то 100% карьерный рост обеспечен. Ну, ладно, Паша, ладно. Хорошо. Я передам, что согласен. Ну, я еще не понял, шутка это или нет, Сергей Георгиевич. Скорее всего, шутка. Правильно же? Ну, какие шутки? С деканами нынче трудно. Знаете, днем с огнем сыщешь. Не, ну это же надо с людьми работать. Обязанности. Ну, не с палениями жили, с людьми, конечно. Ну, сейчас я тогда от шока отойду и вам попозже еще перезвоню. Ну, хорошо. Можете уже? Ну, ничего срочного, да, Сергей Георгиевич? Не, не, с июня, Паша. С июня. Ну, договорились. Хорошо. Хорошо, братан. До свидания, спасибо. Спасибо. Замечательно. Правда, не слабо. Самое смешное, что это правда. Почти. Почти. Почти? Почти правда, да. Он на стратегическую сессию поедет. И на самом деле они имеют в виду не сразу, но выращивают из него. Но он услышал это впервые и очень огорчился. Он не хочет быть никаким администратором. Ну, вот пусть готовится. Вы ему почву как бы подготовили? Да. Дальше увидим. Ну, и так как 1 апреля, мы хотели вам сделать презент. Шапочку. Не потому, что мы хотим поздравить вас с Днем Дурака, а потому, что мы просто хотим вам сделать презент. Потому, что вы к нам пришли на подкаст. Шапочку. Шапочку. Непростую. Видите, она банная, во-первых. А во-вторых, она... С волшебными словами. Ага. Может быть, как-нибудь вы решите разыграть. На контрольных. На контрольных. Одевать на контрольных, да? Да, все правильно. Вот. Может, вы хотите примерить. Может, вы примерите потом. Сразу. Ну, замечательно. На контрольных. Как на вас шили. На контрольных. На контрольных одевать. Да. Прижайшая контрольная завтра, в пятницу. Ну, вы ее здесь оставьте, у себя, в кабинете. Хорошо. Будете приходить сразу. Что из дома таскать. Ну, что, спасибо. Классно. Вот. Ну, и последнее. Последнее, что мы хотели бы сделать. Вы же задачку загадали экономистам и юристам. И наверняка найдутся люди, которые ее разгадают. В высшей школе экономики наверняка такой человек будет не один. Но, чтобы ускорить процесс решения, мы хотим простимулировать студентов и подарить им футболку с каким-нибудь от вас сюрпризом. Рисунком. Рисунком. Может быть, это будет автопортрет. Запросто. Автопортрет. Перманентным, несмываемым маркером. Отстирается все равно. Нет. Он на века. Да? Будут беречь футболку. А это вы с чего начали? С носа. Ага, я так поняла. А в художественной школе вы не занимались? Нет, я сам. И все прекрасно получается? Во. Очки. Хорошо. А то как-то... Такое надо показать. Итак, друзья, кто правильно и первым даст ответ на задачку про аукцион, получит вот эту майку-гелечку. И она сразу попадет в ваши руки. В преддверии 1 апреля разыгрывайте друзья друг друга, учитесь и решайте задачки. И все у нас будет хорошо. Спасибо большое, Сергей Гелич, что к нам пришли. С удовольствием. Еще раз. Спасибо. Да. Ура. Можете что-нибудь сказать, если хотите, напоследок. Напоследок? Да. Запись. Можете в шапочке. Можно и в шапочке. Ну, давайте скажу то, что я часто ребятам говорю. Давайте. Что учиться – это на втором месте. Надо тренироваться. Интуицию, логику и энергию. Интуицию на всяких софтовых предметах, логику на математизированных, а энергию на спорте и танцах. И походах. И походах, да. В университете надо жить на полную катушку и что-то делать, делать, делать. Вот такое наставление на весну. Ладно. Поехали. Спасибо. Ладно. Спасибо. Шапочка вам. Не забудьте. Вот это классно. А футболочку нам.